Ну, более правильно, наверное, теория ограничений на... Тогда... Более правильно, применение теории ограничений систем на аджиапроектов для успевания вовремя. Окей. Это важно. Я заметил, что уже несколько докладов было на тему того, что как бы в сроки успевать. Видимо, это такая больная тема, чтобы в сроки успевать и все такое. Раз меня уже представили, да. Тогда такой вопрос для начала. Поднимите, пожалуйста, руку, а кто чем-нибудь жертвовал, чтобы успеть в сроки? Ух ты! Мощно. Да, да. Я заметил, как раз, почти как статистика, да, вот 70%. Вот. Ну, так вот, доклад будет о моем опыте применения теории ограничений систем на аджиапроектах для того, чтобы успевать в сроки, потому что меня эта тема так сильно заботила. Я искал серебряную пулю, искал, как бы так сделать, чтобы, ну, вписываться в свои обещания. И так этим увлекся, что стал консультантом, TIC-консультантом, аджайл-коучем, и создал компанию BI-Pulse. Это IT-решение как раз для успевания в сроки. Так вот, проблема меня беспокоила сильно, и, как говорит статистика, не только меня, как раз вот, ровно вот 70%, так и получилось. И я искал какие-то решения, пытался делать запасы, но ситуация повторялась. Повторялась каждый раз. Почему-то проекты опаздывали, хотя вроде бы и аджайл появился, но проекты опаздывали. Вот. Почему так происходит? Есть у вас версия? Планирование. Хорошо, еще? Отлично. Еще? Что? Узкие места. Еще? Сроки поджимают. Внешние сроки поджимают. Ну, внешние ограничения, риски, да? Вот. Ну да, получается очень много таких факторов, которые влияют, почему мы продал боевые сроки, не успеваем к дедлайну. И если свести все в одну схемку, в дерево причинно-следственная связь, то получится интересная штука, что мы продал боевые сроки, потому что мы плохо оценили. У нас пропустили момент корректировки проекта, и вообще объем поменялся из-за плохого проектирования, не учтенных внешних рисков, но и просто дефектов много. И из-за этого получилось, что мы продал боевые сроки. Но аджайл вроде бы должен решать эту проблему. Он как раз должен работать в условиях полной неопределенности, учитывать эти самые риски, но что-то не работает. Вот я как не пытался, внедряю из 2003, да, что-то как-то плохо получается в сроки вписаться. Да, как раз проекты не успевают, но клиент, правда, счастлив. Это хорошо, да, одна цель – показатель успешности, чуть выше, потому что клиент счастлив. Но сроки не успеваем, это значит убытки. И стал смотреть, а что так? Что так? Оказывается-то, ну, аджайлер раньше был там на in-house разработке, хорошо применим, когда customer in team, он внутри команды, и это мы можем сразу корректировать. Нам не важны сроки, относительно небольшие системы. А сейчас-то клиент вырос, он хочет заказывать софт, он хочет интегрировать это с другими своими проектами, стыковать с производством, планировать бюджеты. Ему важно успевать в сроки. А мы применяем тот же аджайл. Мы вроде бы можем применять техники PMI, управление рисками, но это тяжелее, клиент будет не так счастлив. А аджайл дает как раз точное попадание в цель, но за ошибки платит клиент. Внешние риски так платит клиент, дейнаши дефекты, да, тоже платит клиент. Таймед материал очень удобно, когда он платит. Только он за это не очень готов платить, он бы хотел сразу узнать, а что так? То есть он, чтобы зафиксировать размеры проекта и все. И стал разбираться. А что у нас есть вообще в самой методологии для того, чтобы в сроки-то успевать? У нас есть, как минимум, это итеративный подход. Планируем, выполняем, проверяем, корректируем. Планируем, выполняем, проверяем, корректируем. И так до победного конца. А чтобы узнать победный конец, есть метрики основные. Это велосипедия, скорость выполнения работ, с какой скоростью команда закрывает задачи. Она позволяет посчитать дату, когда мы закончим проект. И есть классная штука, это коэффициент точности планирования, который показывает, насколько мы ошибаемся. Но это все хорошо, но единственный минус в том, что мы смотрим, ага, дата завершения чуть позже назначенной. И у нас есть вера. Мы же поднажмем. Мы обязательно успеем. Команда поднажмет, она успеет. У кого такая вера есть? Руки поднимите? Есть, чуть-чуть. Другие пессимисты не верят. Опыт. Клиент, уже опытные менеджеры. Да, на самом деле, да, есть опыт, что не поднажмем, но тогда нужно договариваться, желательно заранее. Так вот, как бы так сделать, чтобы клиент был счастлив и чтобы вовремя проект сдать? И посмотрев на это, я понял, что на разные дистанции разные правила. Нельзя бегать в марафон в спринтерском темпе. А сложная IT-система – это марафонская дистанция. И она… Немножко другие правила, как я говорил, уже можно принимать техники, но тогда они не очень помогают сделать клиента счастливым. Они там ограничивают все процесс, все такое. Можно управлять до этого ожиданием клиента, договариваться об изменениях заранее и, главное, вовремя корректировать проект. Для этого можно как раз применять теорию ограничения систем, которая придумана Голдротом для управления производством. Если кратко, то звучит достаточно просто, почти как agile манифест, применяется не очень просто, что в любой системе есть только одно ограничение, ограничивающее ее эффективность. Пять направляющих шагов. Найти ограничения, понять, как максимально использовать ограничения, починить всю систему работе ограничения и расширить, расширить. Последний, главное, не податься инерции, ограничение будет где-то в другом месте. В чистом виде это хорошо работает на ретроспективе, когда можно задать вопрос команде. Это коллегия, а что нам мешает делать проект быстрее и найти ограничения, что это такое. Это примерно вот так. Часто бывает, это высокая сложность системы, много дефектов, потому что, например, мало знаний. Ну, если я знаю ограничения, я могу сразу, я же умный, я делаю запас по времени, и потом он куда-то заканчивается. То есть, опа, и закончился. Думаю, что не так, да? Ну, в общем, в ТИАСе есть классная штука, метод критической цепи. Учитывая, что все врут, закладывают профицитные сроки, например. Но при этом синдром студента, работа сдвигается немножко на конец этих самых сроков и занимается все отведенное под нею время, поэтому выползает за ожидания. Поэтому метод критической цепи говорит, что нужно секвестировать задачи в два раза, но мы и так делаем оптимистичные оценки, поэтому это тоже не работает. Вот, и закладывать буфер. И указывать, что один ресурс в одно время занимается только одной работой. Это выглядит как тот же самый сетевой график с ограничением, но где у нас в софте такой сетевой график? Ну, это миф, потому что, как правило, в софте вот так. Так, я посмотрел на это дело, подумал, что-то как-то не очень. Ресурс – это вся команда. Есть задачи, в конце есть буфер, который защищает проект от неизвестных рисков, индикатор температуры проекта и показывает, что надо делать с проектом прямо сейчас. В зеленый – все хорошо, в желтом – готовь план изменений, в красном – применяй план изменений, применяй антибиотики, все плохо. Считается просто. Берем 50% объема, это на буфер. Это то же самое, что 30% расписания. Но есть коэффициент точности планирования, он влияет, и он не является Мерфи. Поэтому считаем с учетом коэффициента точности планирования все то же самое и начинаем отслеживать буфер. Очень просто. Сколько работы должно быть сделано, сколько фактически сделано, делим на размер буфера. Вот эту дельточку и получаем что-то вроде вот такой штуки. Если мы 100 единиц, просло 50% времени, выполнили 30% начального объема, потратили 40% буфера уже в красной зоне, пора применять план изменений. Мы гарантированно не успеем, все верить больше не надо. Таким образом получается, что, зная, где мы находимся по буферу, что мы потратили, мы можем знать, когда идти к заказчику, когда договариваться. Но он спросит, ну окей, опаздывайте, а когда сдадите? Для этого как раз можно использовать скорость выполнения работ и что-то обещать конкретную дату. А когда мы такими темпами сдадим проект? На эту тему можно почитать вовремя в рамках бюджета, академическая штучка, именно где вся математика, все такое. И Голдрад, критическая цепь, это именно философию всей идеологии, в том числе теория ограничений немного там есть, как применять именно методику. Спасибо за внимание. Так, коллеги, спасибо большое. Вот там вопрос, и потом руки поднимаем. Подскажите, по тому графику, который вы показывали, то есть буфер планирования, вопрос такой, если смотреть на этот график и на процент исполнения проекта, то получается, чем больше мы работаем над проектом, тем больше размер этого буфера, тем больше разбег получается. То есть вроде как неопределенность только увеличивается. На больших проектах неопределенность увеличивается, просто у нас будет буфер 30% расписания. Зная, где мы находимся по буферу, мы как раз знаем, что у нас совещание по проектному офису будет сильно быстрее. Он будет простой вопрос. Коллеги, как нам снизить потребление буфера и убрать его вниз? Вернуть обратно в зону. То есть если мы на следующем шаге что-то сделаем, что нас снизим, секвестируем объемы или расписание изменим, у нас поменяется буфер, и мы вернем его обратно. Расход буфера вернем в зеленую зону. Это на уровне того, что, то есть хороший триггер, который показывает, вот сейчас меняем. Это как триггер. Вот у нас есть триггер рисков, здесь тот же самый триггер. Вот сейчас меняем, сейчас договариваемся. Команду увеличиваем или что-то еще. Вот простой индикатор с простой математикой. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Так, вы тут фотографируете. Все, вопросов. Все понятно, да? Как применять? Окей? А вот подскажите, вот это вот, красно-желтые зоны, это откуда они получены? Значит, здесь для разных проектов сама зональная разбивка отличается. Эта картинка именно мне нравится из Лоренца Лича. Вот именно такое распределение зон. На разных проектах эти зоны немножко разные. Там некоторые параллельную желтую зону рисуют, некоторые, наоборот, сужающиеся к концу. Вот именно зональная разбивка, когда именно желтая, а когда красная. Но вот такая схема, она наиболее, она лучше, потому что мы к концу проекта видим, что у нас, мы должны больше контролировать, что у нас есть риск вылететь, и там уже как раз неопределенность. А были практические, да, примеры использования именно вот этой шкалы, вот именно то, что вот эти желтые и красные зоны работают? Практически, да. На одном из своих проектов я как раз эту штуку применил, и на ранней фазе, там, трехмесячный проект, через месяц мы поняли, что мы в красной зоне уже. Я звоню заказчику, говорю, мы не успеем, и давай что-то делать. Вот, и там мы начали уже чуть-чуть объем резать и менять сроки. Но он уже был предупрежден, и здесь как раз случилось управление ожиданиями. Проект мы, конечно, сдали, комплекс для акустической защиты аэропорта Уфа. Вот, немножко, конечно, с опозданием, чуть-чуть, но там пока было внедрение, мы за это время внедрение успели доделать. Но, тем не менее, вот оно удалось заказчикам договориться на ранней фазе уже. Я уже за два месяца знал, что мы опаздываем. Не было веры. Ясно, но картинку он не видел эту. Нет, я позвонил, сказал. Понятно, здесь вопрос появился. Спасибо. Ну, это просто продолжение предыдущего вопроса. Просто хотел бы посмотреть на статистику, именно статистику использования этого метода. То есть, на каких проектах применяется, сколько часов в проект, какая сложность в проект. Еще желательно понять технологический стек. Статистика – это очень хороший вопрос. Вопрос заключается в том, что сколько вообще менеджеров озадачивается с проектами вовремя. Потому что запросов управления проектами – 10 тысяч в Яндексе. А вот успевание вовремя, да, то есть те, кто хочет успевать вовремя – 1 тысяча. А вот, ну, я просто смотрю, у меня целевая реклама там стоит, да, и приходят 1% от них. Те, кто вообще хочет решить проблему. Остальные не беспокоятся, они применяют метод волшебного пенделя, и мы договоримся. Договоримся – это окей, только потом это влияет на репутацию и влияет на те же самые, когда у нас проекты ставят. Это не только репутационные риски, это убытки. Это убытки компании. Статистики нет. Хорошо, спасибо. Есть вот способ, который я применяю. Рецепт. Коллеги, смотрите, у нас формально мы уже на кофебрейке. То есть, в принципе, мы можем закончить, но я вижу, вопросы появились, как-то разошлась публика. Давайте я еще пару вопросов приму, потом никого не могу держать. Вот здесь был вопрос, я видел руку. Был? Добрый день. Ольга Бенкен, компания «Эта Системпс». Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что внедрение этого продукта, чего оно требует от участников проекта? То есть, от менеджера и от непосредственно разработчиков. Мы каждый день, как в какой-то тайм-трекинговой системе отмечаемся, мы заранее заставляем вот эти вот планы. И что нам делать с CR-ами, когда они на нас падают неожиданно и срочно? Значит, тут мы говорим не внедрение системы, а внедрение методологии. В самой методологии очень просто, нужно просто в Excel-ке посчитать вот этот размер буфера, сколько вы израсходовали, и понять, ага, мы в красной же зоне или в зеленой. Это просто математика, можно взять, там, видеть, сколько сделали, сколько посчитали, чисто калькулятор. Здесь единственное, нужно там пересчитывать. Ну, просто я это заморочился, и я сделал калькулятор в виде IT-системы, потому что меня это реально беспокоило 13 лет, почти с внедрением agile, вот, поэтому я сделал. Вообще можно в калькуляторе считать, вот формулка простая. Коллеги, вот, да, давайте последний вопрос, и мы потом пообщаемся уже в куларах за кофе, за плюшками и так далее. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, были ли у вас за время использования этой практики, когда невозможно управлять ожиданиями клиента, и насколько это влияло на стоимость проекта и на перегрузку работы команды и разработчиков? Здесь, как только мы узнаем, что мы вываливаемся, то единственный вариант крэшить проект, заваливать деньгами, то есть увеличивать команду. То есть если мы не можем договориться с заказчиком, тогда нужно увеличивать команду. Или мы увеличиваем команду, или секвестируем объем, или меняем сроки всего. Стандартный проект на треугольник, никуда не деться. Поэтому крэшить, значит, команду увеличивать. Единственное главное, если мы знаем на ранних фазах, значит, мы на ранних фазах должны увеличивать. Спасибо, Алексей. Спасибо.